В этом видео я хочу рассказать, какое интересное открытие я сделала в 2017 году, когда внедрила ЦИГОН в практику очищения организма. Очищением организма я занимаюсь с 2016 года. ЦИГОН я начала осваивать где-то примерно в 2014 году, когда мой сын вернулся из Китая, и где он был некоторое время, находился в Шавлинском монастыре, и изучал там эту практику. И когда он меня познакомил с этой практикой в 2014 году, я тогда ещё не имела никакого отношения к натуропатии, к здоровому образу жизни. Я вела обычный образ жизни и страдала уже к тому моменту многими хроническими заболеваниями, потому что мне уже было за 50. И в этом возрасте уже многие женщины начинают испытывать всякие неприятные вещи, связанные не только с климаксом, но и с опретением каких-то хронических заболеваний, о которых они раньше и не подозревали, что когда-нибудь это может случиться. В общем, у меня было состояние человека, который хватается за каждую соломинку, лишь бы как-то себя вытащить из своего некомфортного состояния. На тот момент, когда я познакомилась с ЦИГОН, я уже не очень хорошо выглядела, в силу того, что набрала лишний вес, и тело было довольно тяжёлым. Мне тяжело вообще давать все физические упражнения, любая физическая активность, хотя я к ней и стремилась, но мне давалось уже с трудом. И когда сын сказал, что мне будет полезно заниматься ЦИГОН, я посмотрела на этот комплекс, я поняла, что это всё очень сложно, но он меня убедил, что заниматься обязательно надо, что это будет полезно, и я начала заниматься. Конечно, это поначалу несколько месяцев ушло только на то, чтобы просто тупо повторять эти движения, причём давалось этим с трудом, не потому, что у меня там был лишний вес, или что мне было удобно делать эти движения, нет, мне просто было трудно вообще тренироваться к этим движениям, потому что все эти движения, которые вот в этом комплексе 8 кусков парчи или 8 отрезов парчи под ландзин, они довольно непривычны для нашей жизни. Мы к таким движениям не привыкли. И я в течение вот этих лет, там до 2017 года, я просто занималась ЦИГОН, и я не замечала, что он каким-то особенным образом на меня влияет. Скорее я делала это по своей исполнительности, потому что я обещала сыну, что я буду заниматься, ну или просто по привычке. Но вот в 2017 году произошло удивительное открытие, и я очень хочу поделиться им с моей аудиторией, потому что я знаю совершенно точно, что, наверное, если не 100, то процентов 90 моей аудитории — это люди, которые пришли на мой канал именно в поисках информации об очищении организма. Так получилось, что моя деятельность стала очень тесно связана с этой тематикой очищения организма и именно через условное голодание по системе органян. И поскольку моя аудитория — это люди, интересующиеся как раз вот этой тематикой, то вам это точно, совершенно точно нужно обязательно знать. Итак, я перехожу к сути моего видео, какая взаимосвязь между целом и условным голоданием, очищением организма. Для чего вообще я соединила их и почему я считаю, что практика очищения организма через условное голодание будет намного более эффективной и несёт гораздо больше положительных результатов, если внедрить в неё ещё и целом. Для того, чтобы понять, какая взаимосвязь, давайте рассмотрим каждую из этих практик по отдельности, ну очень кратко, да, что каждая из себя представляет. Давайте начнём с практики условного голодания. Хотя мои зрители уже знакомы с этим, давайте прям ещё раз, да, чтобы анализ был полным. Итак, условное голодание, что это? Это период времени, когда мы не едим твёрдую пищу, мы переходим на жидкое питание, причём жидкое питание фильтрованное, чаи с мёдом, соки свежевыжатые, но отфильтрованные от всякой клетчатки, для того, чтобы не было пищеварения. В отсутствии пищеварения в организме запускаются процессы очищения и идут там ровно до того момента, пока мы находимся на жидком питании. Как только мы начинаем вновь принимать твердую пищу, условное голодание заканчивается, очищение прекращается, и организм вновь переключается на пищеварение. Для чего нужны такие периоды условного голодания? Для того, чтобы почистить себя хорошенько от шлаков и токсинов. И вот такие курсы надо периодически проводить. С какой частотой в каждой ситуации этот вопрос решается индивидуально. Но очень многие люди уже это практикуют, интересуются этим и получают хорошие результаты. Точно так же, как в своё время я получила очень много хороших результатов и вообще своим оздоровлением и своей новой деятельностью обязаны, конечно же, знакомству с методикой из книги Марвы Огонян. Чем характеризуется этот период жидкого питания? Тем, что в организме начинается массированная элиминация. Элиминацией мы называем выход шлаков и токсинов через различные выделительные системы. И чтобы эта элиминация была активной и эффективной, мы должны промываться. То есть в этот период условного голодания мы работаем в основном с жидкостями. Во-первых, мы принимаем внутрь жидкости в виде травяных чаёв и соков. Во-вторых, мы промываем себя жидкостью с помощью клизмирования. И получается, что весь этот период условного голодания мы как будто бы находимся просто в жидкости. То есть наше тело, оно и так, и без того, оно по большей части состоит из воды. Но во время условного голодания мы ещё более становимся такими более водными. Мы просто плаваем буквально в этих во всех жидкостях. Не случайно. Именно поэтому начало условного голодания лучше приурочивать, связываясь с фазами Луны, для того, чтобы это было полнолуние или убывающая Луна. Опять же, потому что фаза Луны влияет на приток или отток жидкостей. Именно поэтому и учитывают эту фазу, потому что идёт работа с жидкостями. Итак, условное голодание – это практика, которая связана с жидкостями, с входом и выходом жидкости, то есть с током жидкости в нашем организме. Теперь переходим к цигу. Будем говорить об разновидности восемь кусков парчи, то, что знаю я. Есть какие-то ещё и другие разновидности, но я знаю вот это, поэтому мы говорим о нём, об этом комплексе. Но для простоты его можно называть цигун, потому что Бадуан Динь не каждый выговорит восемь кусков парчи, тоже как-то длинно звучит, а вот цигун говорить проще. Итак, цигун. Что такое цигун? Это ци – это энергия, энергия жизни, жизненная энергия, гун – это работа. То есть цигун – это работа с жизненной энергией. Поскольку ци – это энергия жизни, которая циркулирует по каналам в теле человека, то вот до тех пор, пока энергия ци есть, человек жив. Как только энергия ци убывает или исчезает, то, соответственно, жизнь прекращается. То есть для чего делают цигун? Цигун делают для того, чтобы продлевать качественное пребывание энергии ци в нашем теле. Чем качественнее эта энергия, тем лучше она циркулирует по каналам в теле. Ну, есть свои каналы, каналы для энергии ци в нашем теле. Мы их не видим, мы о них, может быть, ничего не знаем, но тем не менее они существуют. Так вот, для нашей качественной жизни, для здоровой жизни прежде всего, ци должна свободно циркулировать по каналам, не должно быть никаких преград, препонов, блоков и прочее. То есть ци должна свободно циркулировать. Тогда жизнь наша здоровая и качественная. И теперь внимание, ключевой момент. Энергия ци делает все жидкости в нашем организме целебными. Когда мы делаем комплекс ци, цигун, закончив этот комплекс, рекомендуется примерно полчаса не исторгать из себя никакие жидкости, то есть не плеваться, не сморкаться, не испражняться, не принимать душ для того, чтобы вся та жидкость, которая находится в вашем теле, поскольку она становится целебной, наполненной энергией ци, чтобы она оставалась, пребывала в вашем теле и приносила вам максимум пользы. Более того, даже рекомендуется в течение примерно полчаса после окончания комплекса ци, находиться в том же самом помещении и пространстве, где вы делали этот комплекс. То есть если вы делали это где-то в парке, то побудьте еще в этом месте примерно полчаса, потому что то пространство, которое окружает вас, оно тоже наполнено жидкостями. Воздух — это тоже жидкость, только в газообразном состоянии. Окружающие вас деревья, листья, трава — они тоже по большей части состоят из жидкости. И все эти жидкости, которые находятся вокруг, вот там, в том месте, где вы выполняли цигун, эти жидкости тоже наполняются целебной энергией ци. Поэтому мы должны это все вокруг себя максимально сконцентрировать и внутри себя, и вокруг себя вот эту всю целительную силу. Это, собственно, то, ради чего мы делаем цигун, чтобы получать исцеление. Так вот, смотрите, что получается. Цигун работает с жидкостями, делая их целебными, а условное голодание тоже связано с жидкостями, и это тоже связано с оздоровлением, с исцелением. Поэтому, когда мы обе эти практики соединяем, находясь на условном голодании, на жидком питании, мы еще и практикуем цигун, то это получается оздоровление не то чтобы в квадрате, наверное, в кубе или даже в четвертой степени. То есть мы получаем, максимально возможный эффект от практики очищения. А это именно то, что нам нужно. Ведь нередко я встречаю такие комментарии или сообщения, когда люди пишут, что вот я очищался 21 день, но я ничего не заметил, ничего не произошло, у меня даже вес не снизился. И я как все чувствую, так и чувствую, у меня ничего не изменилось, я не стал здоровее. Ну, это вообще тема как бы отдельного разговора, чего ждать, каких результатов можно ждать от одного курса очищения. Но если предположить, что этот человек соединил бы практику очищения с практикой цигун, то я думаю, что он получил бы побольше результатов. И ему было бы, наверное, больше что сказать об этой практике. И когда я это поняла, и когда я это стала соединять и внедрила очень плотно в свою жизнь вот эти вот два замечательных таких, две замечательные практики, я увидела, что действительно результат становится более ярким, более ярко выраженным, более продолжительным. И вообще жизнь начинает меняться очень сильно качественно. Вот мне кажется, именно с 2017 года моя жизнь стала, совершила какой-то качественный скачок. Именно в этом году я пошла учиться вот в эту свою новую деятельность. И начались мои изменения, причём они вот прям как вихрем пошли. То есть до 2017-го было такое как бы плато, где-то падение, потом с 16-го по 17-й был такой небольшой подъём, а с 17-го это пошёл очень бурный рост. И я считаю, что во многом этому бурному росту своему я обязана вот этой находке, соединению этих двух практик. Поэтому я не могу об этом молчать, поэтому я уговорила, убедила своего сына создать этот обучающий курс по ЦИГУН, он очень простой. Его даже можно было бы назвать примитивным. И я даже знаю, что какие-нибудь там мастера, асы, которые уже преуспели вообще очень здорово в этой практике и работают с ЦИГУН уже на уровне космоса, мы не гонимся за космосом, мы не гонимся за мастерством. Нам нужны именно азы, нам нужны базовые вещи, те, которые легко усвоить обычному простому человеку, которыми можно овладеть просто, пройдя этот курс, посмотрев эти уроки и не заморачиваться по каким-то, по достижениям каких-то там невероятных высот по своей ЦИГУН. Это совершенно отдельная тема, мы об этом не говорим. Поэтому кто бы что там не говорил, что этот курс примитивен, он и создавался с этой целью, чтобы быть очень простым, очень простым, базовым, доступным именно на уровне азбуки, на уровне букваря для простых людей. А поскольку мои клиенты это в основном женщины, женщины уже довольно такого солидного возраста, как я, плюс-минус, то нам не нужны эти высоты. Нам нужно что-то такое очень простое, очень понятное. И то, что мы можем выполнить, то, что нам по силам и по нашим возможностям, ну и то, что может так хорошо и гармонично встроиться в нашу жизнь. Вот поэтому я очень рекомендую этот курс. Не потому, что это курс моего сына, и я стараюсь усиленно его пропиарить, мне просто больше некого было бы просить. Если бы возник какой-то другой человек рядом со мной, который бы согласился бы, сказал, да, я хорошо, я сделаю такой курс, и его можно будет показать, предложить людям, чтобы они его соединяли со своей практикой, со своей жизнью. Я была бы точно так же рада взять курс этого человека, да, и предложить вам. Но так получилось, наверное, не случайно, но получилось так, что этим человеком как раз оказался именно мой сын. Но и это, наверное, ещё лучше, потому что, когда люди родные и занимаются общим делом, это, наверное, вызывает больше, больше доверия у людей и больше понимания, взаимопонимания вообще, потому что здесь очень важно понимать, понимать друг друга и то, что мы хотим, к чему мы стремимся. Поэтому сегодня я с большой, с радостью и с гордостью и с большим таким огромным желанием донести до вас всю пользу вот этого союза, вот этого альянса соединения практики очищения и ЦИГУН. Я и представляю вам сегодня курс к здоровью через ЦИГУН. Подробнее об этом курсе вы можете посмотреть внизу под видео в описании по ссылочке. Ждём вас на курсе. Спасибо.